Когда я приехал сюда, Момат и Макаренко, они были депутатами Народной партии. Основное направление это мискарада, бюджетные кошты, раскрадания, будивництво, экология. Он стал мэром, мы напились дружненько, набухались хорошо. Это Москаленко, там Ярик позвонил, надо проголосовать. Есть сумасшедший дулавчик, который может прийти, напихать и опубликовать. Я разумею, что я для цих людей, ну реально, якийсь там, да спаситель. Вот спустился. Мы все порешали, все с Зеленским, с Богданом вот так, с Зеленским все, давай к нам, все, мы забираем партию, все, я говорю, хорошо, я с вами. Есть ли у тебя намерение в будущем присоединиться к команде Зеленского или вообще к новой власти, может, со своей партией? Или вообще какие у тебя планы на политическую, свою карьеру? Да, меня показали в прямом эфире всех телеканалов. Луценко вместе с Вася, как его СБУшник, Грицако, он тоже сказал, мы зловые сепаратистов, целую группу. Черный пиар лучший пиар. Ну, как порядок. И жизнь после миротворца. Хотя мне уже сказали... За это я должен поблагодарить, за часть информации, я крайне благодарен Владиславу Дулапчию. Как заработать благодарочку от Шария? Вот чем надо было ему помочь? Буду брать бабки у всех. Путин позвонит, скажет, Дулапчий, на те деньги возьму деньги у Путина, у Медведчука, у кого еще надо взять? У всех возьму. То есть для того, чтобы нам победить Россию, нам надо в России поехать купить патронов сначала. И, к сожалению, я это называю, вот последние пять лет, то, что над нами командовало в стране, я это называю грязная пена Майдана. Добрий день, дорогие глядачи! С вами канал 360. И сегодня мы в гостях у вишгородского активиста Владислава Дулапчова. Дякуем вас за гостинец. Дякуем, что так шутко погодились. В принципе, интервью, можно сказать, спонтанно. Спонтанно. Ну, мы продолжим на русском, я думаю, что в общий язык. Без проблем, да. Русский, украинский. Расскажите коротко немного о себе. Живу в Вышгороде с 2007 года. Приехал сюда из Киева. Всю жизнь прожил, в принципе, на Аболоне. Как-то меня напрягла немножко глобализация. Я такой, не очень люблю большие скопления людей, скажем так. И вообще людей не очень люблю. Поэтому сбежал с Аболони в маленький городок, пригород. Приехал в Вышгород, мне очень понравился. Вон, пять улиц, как бы такое мини-село. Да, вернее, макси-село, может, мини-город. Все друг друга знают. Как-то было спокойно, классно. Мне очень понравилось. Купил здесь квартиру, ну и начал жить. Познакомился на то время... Сейчас сразу мы в глобализацию идем. Начал искать местных. Я на то время уже занимался политтехнологиями. Немножко работал с политиками, с депутатами. Киевской, Киевского городского совета, с Верховной Радой. И начал здесь искать знакомых, активистов, скажем так. Которые тут чем-то тоже занимались, с которыми можно было что-то интересное делать. И познакомился на то время... Это были два депутата от Народной партии, если я не ошибаюсь. Максим Макаренко и Алексей Момат. С которыми мы потом создали общественную организацию, общественную Ридне Миста. Которой до того часу я ей головою, а Момат в засновниках и Макаренко. И начали тогда воевать с экс-мэром, уже покойным на сегодня решетником. И начал здесь заниматься общественной деятельностью. Вот это длится у нас, я не помню, когда зарегистрировали Морин и Миста. По-моему, в 2011 году. А вот вы сказали, что вы занимались политиками, да? Получается, вели деятельность. Это деятельность, которые вы и политтехнологиями. То есть это больше уклон на выборы был? То есть рассчитывая на продвижение? Да, да, да. Я чудным очень образом когда-то в 2006 году, если я не ошибаюсь, попал в Народную партию. Тогда это был блок Мы, Литвина, в Абалонском районе. Работал с местными депутатами. Потом так получилось, что мы работали и с депутатами Верховной Рады. Я, как правило, возглавлял... Не возглавлял, я был заступником всегда, потому что я был заступником головы партии и был заступником, как бы, керевники в штабе, и как бы многому там научился именно в избирательных процессах, скажем так, в технологиях, в белых, в черных, в разных. Так, ну, Момат сейчас мэр. Да. То есть где-то вы ему в чем-то это подозревали, помогли стать мэром или... Да, он это всячески отрицает и очень не любит на эту тему говорить. Ну, как бы, есть ряд фактов, которые общеизвестны, общедоступны, да, для всех людей, которые, как бы, и на то время занимались этим и сейчас это знают, поэтому... Ну, вы сейчас с ним в каких отношениях вообще? Ни в каких вообще. А почему? Мы даже не здороваемся, проходя мимо друг друга. Ну, это было заметно по вашей принципе риторики, ваших видео, да? То есть иногда вы ведете стримы, последние, сколько я помню, ну, может, предпоследние. Да, да, я его любя называю Олёша. Ну, я вот, да, к этому и веду. Вот почему вот негатив, да, вот с вашей стороны какой-то? Негатив, негатив есть, опять же говорю, была, я расскажу немножко, наверное, даже с самого начала, как было, да, может, будет кому-то интересно. Когда я приехал сюда, Момат и Макаренко, они были депутатами Народной партии. Ну, они заскочили, как бы они сами, и как бы сейчас им подтверждают, что на тот момент они, как говорят, на дурачка заскочили. То есть они подались, они не верили, что они пройдут, но они прошли, стали депутатами, и они не понимали абсолютно, что делать. Я когда с ними познакомился, ну, как бы приехал, мы начали общаться, я там говорю, а вы там проекты решений какие-то пишете, там запы какие-то делаете, там, кошмарите, там, мэра, например, или кого-то, да, что-то там. Они, да, не, 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 и мы как бы начали потихоньку, там, ну, я их начал, там, скажем так, направлять в какое-то русло, да, они начали там в этом направлении развиваться. То есть, извините, я сейчас перебью, вы, получается, познакомились с ними здесь, когда они уже были депутатами? Они были депутатами прошлой каденции, да, от Народной партии. Мы начали думать, от такой политической силы идти на следующие выборы. На то время есть такая партия Ридный Мисту, партия политическая, она всеукраинского формата. И тогда купили партию районного и городского значения Ридный Мисту, за, по-моему, что-то там за 5 тысяч долларов. И хотели баллотироваться от нее. То есть, было классно, Ридный Мисту звучит вроде, да, все, молодые, как бы, политики, там, тра-та-та, будем развивать. И они хотели сразу от нее и бежать. Я тогда сказал, что, ребят, ну, если сразу начинать от политической партии флаг поднимать, то, как бы, ну, это людям не зайдет, скажем так. Надо, давайте, создадим такую же общественную организацию с таким названием. От нее будем делать, и когда придет момент, там, час икс выборов, да, тогда мы, как бы, поднимаем флаг партии, говорим, а вот еще и партия есть, и на одноименной партии, и, как бы, будем уже заниматься. Да, 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 окей. Мы регистрируем эту общественную организацию с основных, а три человека, я, Момат Макаренко, мене убирают головою, и мы начинаем свою деятельность. Потом мы узнаем, перед выборами были какие-то выборы, я не помню, какой это был, в область, и мы хотели своего кандидата, Макса, хотели отправить в область. Мы начинаем искать руководителя областной ячейки этой партии Ридны Мисту, а оказывается, что ее перекупил, на то время это был депутат Верховной Рады от партии регионов, такой Молоток, Игорь Молоток из Сум. Он покупает эту всеукраинскую партию себе, и каких-то там присылает к нам решал, мы едем на встречу с этими решалами в Белую Церковь, если я не ошибаюсь. Приезжают два бритых таких гоблина, начинают там, вот, мы говорим, ну вот мы развивали, там вот мы в городе, вот показываем тра-та-та, давайте мы идем. Нам надо было подпись от них, что они делегируют там районную организацию. Они говорят, 15 тысяч долларов, и вы будете баллотироваться. Мы говорим, ребят, пока, забирайте свою партию, и все. И вот на то время мы с партией Ридны Миста попрощались, но организация осталась, и она работает до сегодняшнего дня, я руковожу и веду деятельность определенную. А основные направления вообще организации получаются? Основные, стандартный статут, за все хорошее против всего плохого, но последнее время у нас основное направление, это мискорада, бюджетные кошты, раскрадания, будивництво, экология. У нас промзона за бортом, это и незаконно добытый песок, это и спалыня, утилизация, там сейчас благоустрый, там палит ветки, за которые они берут деньги за утилизацию, просто свозят на промзон, сжигают их. Куча-куча-куча направлений, ну, скажем так, антикоррупционные, да, больше, в каком-то таком своем формате. Ну, вот получается, вы так и мне рассказали, как именно вас разошлись с пути? Разошлись с пути, да, он стал мэром, мы напились все дружненько, набухались хорошо, и как бы он говорит, ну все, там он уехал, мы понимаем прекрасно, что, ну, он должен вступить в обуви, в новые какие-то там горизонты, надо понимать, вникнуть, все начинают звонить, появляется много новых друзей, сразу товарищей. И как бы была договорена, что мы тебя месяц не трогаем вообще, а через месяц, как бы, начинаем там, да, какие-то вместе делать движения. Была четкая, абсолютно красивая программа, мы можем по ней пройтись, она вот как раз у меня на столе лежит распечатанная, с кучей там, да, то, что мы обещали делать. И все, ну, прошел месяц, прошел месяц, может, больше даже, и как-то, ну, похолодели отношения. Просто так, да. Да, 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 ну, как бы он недолюбливал и раньше меня, в том плане, что, опять же, говорю, что он тогда был неопытным, то сейчас он может там разговорился чуть-чуть, да, может там что-то поумничать, каких-то фраз там наговорить. А тогда он был совсем неопытный. И даже мы, когда приходили на какие-то встречи там с жителями, а он же депутат, да, я не депутат, просто вообще-то мы недавно познакомились. И я, как бы, часто, скажем так, внимание людей забирал от него на себя, да, а он такой очень честолюбивый, тщеславный человек, его это всегда напрягало. И, ну, вот так как-то, ладно, это, не знаю. Лидерский конфликт, получается? Может быть, да, так говорится, три лидера, у нас еще и Макс был, да, но мы с Максом договорились, что мы, как бы, Макс стоматолог хороший, у него клиника тогда была одна, сейчас уже две, он говорит, я не готов ходить на работу, потому что мне надо развивать свою клинику. У меня, как бы, свои проекты, свои направления, я говорю, ну, я тоже окей, а Леша очень хотел быть майором, очень, прям очень. Мы говорим, ну, давай, будет Леха, давай, поддерживаем, поддерживаем, и все. Он нас записывал на скрытые камеры, он вечно ищет, он, не знаю, у него, наверное, с тюрьмы осталось, он два раза сидел за воровство в тюрьме, у него, наверное, остались какие-то... Алексей Монт, да? Да, 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 он дважды, он вор-форточник. И это все знают? Не знали, мы скрыли эти, я помог скрыть эту информацию, как раз от выборцев, и благодаря этому он на 82 голоса всего опередил второго кандидата, на то время это была Мария Степановна Решетникова, секретарь тогдашнего мэра, в 82, по-моему, голоса он опередил ее. Это факт открыт, получается? Сейчас уже, да, 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 я вам дам документы даже всегда. Это по Выжгороду город, по-моему, форту? Да, да, да. Интересно, это очень интересно. Ну, я на конец просто. Ну, тут, видите, тут близость к Межигорье может как-то, да. А, сыграло, да, близость. Передается. Да, да, флюиды какие-то. Как или воздушным путем. И вот, и на чем мы остановились, остановились на том, что ему не нравилось все, он пропал. Ну, у нас были определенные договоренности там, да, по направлениям. То есть у Макса, он хотел свое направление брать. Я говорил тогда о Благоустрии, о том, что Благоустрии направление хотел взять. У меня есть друзья хорошие, которые делали Ирпень, Бучу, да, ну, можно сравнить по красоте. А у нас здесь есть два фопрублевские, такие два брата, на которых уже потратили за последние годы около, там, не знаю, 50 миллионов гривен. За то, что они садят корявые, вот такие, там, деревца. Да, и покращают у них в договорах, из-за этого, покращение эстетического вигляда, там, дитячего майданчика. Что это за покращение, никто не знает. 150 тысяч, покращают. А это значит, что приходят два алкоголика с ЖД вокзала по 100 гривен. Что-то пофарбовали, там, что-то из одного места перенесли одну какую-то там качельку на другую площадку, а с той площадки сюда эту. И вот, вроде бы, новые элементы, вроде бы, все покрашено, бабки списались. Был у меня проект, я один раз пришел, был у меня проект муниципального арта. Я хотел запустить в Выжгороде муниципальную арту. Тогда он сказал, да, 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 все запустим, запустим, все хорошо. Когда пришло время, он поехал, группы депутатов, у нас есть разные, да, в одну группу поехал, голосуйте, в другую группу поехал, сказал, не голосуйте, это не прошло, мне потом уже стало известно, что он ходил там. Ну, а мне сказал, развел руками, ну, понимаешь, не получилось, вот. Потом второй проект был, я должен был его ввести, как я говорю, изначально, КП Благоустрия, да, у меня были планы, как его запустить, чтобы оно работало, зарабатывало, было классным КП. В итоге он поставил, он мне сначала сказал, говорит, там надо будет взять там Валика, пельгуна тебе в зам и возьмешь, потому что он там шестерил на выборах, типа, надо его куда-то пристроить. То есть это уже когда он стал мэром? Да, да, да. Я говорю, да не вопрос, ну, как бы я не собирался там сидеть, я не кабинетный, скажем так, человек. Я говорю, я запущу проект, а там пусть он командует. В итоге я узнаю через несколько дней, что Валика назначают руководителем этого предприятия, и там начинается совсем другая история, не то, что мы планировали, да. Ну, как бы, грубо говоря, второй раз там, да, меня по боку пустили. Что-то было еще? Что-то, я уже, честно говоря, не помню. Ну, какие-то вот такие моменты. А, за окна была история. Ну, за окна я сам отказался, действительно, потому что начали менять по всему городу окна в домах. И я пришел, говорю, а что это за там деятели меняют? Говорю, дайте, покажите мне, сколько платит им город. То мне показали, как бы, цифры по одному дому. Я перепроверился у своих друзей, которые занимаются продажей окна. Они посмотрели, говорят, не, нам неинтересно, мы, как бы, зарабатывать здесь не будем. И, типа, там кто занимается, пусть занимается. Все. Хотя теперь, это я уже, впоследствии, там, через три года практически узнал в разговоре, не буду говорить с кем, с одним из великих нашего района, так сказать. Причем, он усердно ходил, доказывал, что Дулавчий специально хотел разворовывать бюджет, пилить. Но вот Леша своим мужественным решением не дал мне разворовать бюджет. Хотя, опять же, этому куча свидетелей. Мы официально возвращались в кабинете при куче, да, людей. Я сказал, что, да, мне это не подходит, потому что, ну, там нету заработка реально. Ну, это честно, вот. И все. И, как бы, я, ну, перестал задавать вопросы какие-то. Я сказал Максу, как бы, а Макс был депутат на то время еще. Леша был мэром, Макс был депутат. Я не балансировался вообще никуда. Я говорю, Макс, вот ты зайди к нашему величайшему, спроси. Я говорю, мне вообще есть смысл, ну, с какими-то вопросами заходить? Или, ну, он будет вот так вот. Макс ему задал вопрос, он говорит, типа. Я говорю, окей. Ну, для меня просто надо было понимание. То есть, мы в одной лодке или не в одной лодке. Не в одной, окей. Как бы, тогда у меня развязаны руки, я иду дальше своим ходом по своему маршруту. В одной, в одной, не в одной, не в одной. Ну, вот, в тот момент мы перестали пыть в одной лодке. А вы претендовали на какую-то конкретную должность? Нет, вообще. Ничего такого. Просто хотели помочь как больше. Да, мне интересно, ну, сейчас есть такое модное слово, PM, да, проект менеджер. Вот я, наверное, в душе проект менеджер. Я люблю прийти, создать, чтобы оно заработало и уйти. И я кайфую вот от того, что оно работает. Ну, это еще называется кризис менеджер. Да, да, да. Все плохо. Да. Отработали, сделали, наладили, передали. Да, можно и так сказать. Мне, я кайфую от процесса. Я не люблю сидеть там в кабинете. Маратонность. Просыпаться в 8 утра, идти на работу, чтобы там слушать или каких-то там дворников наказывать или еще кого-то. Это не моя тема. Ну, вашу креативность видно вот по данному картине. Да, расскажите подробно. Да, если расскажете, то, что она долгое время, по-моему, сейчас стоит, да, на аватарке? Нет, сейчас поменял. Меня жена заставила, говорит, поменять. Что вас там вообще к такому решению? Где-то был я у друзей у своих. Мы сидели, пили какие-то вкусные напитки. Я сфотографировался. Это даже такой бородатый был. Борода настоящая. У меня такая была большая. И в этих очках сфоткался. И выложил ее, ну, сделал аватарку себе, да. И он же, Андрей Коробкин такой у меня есть товарищ, и он же мне присылает фотку, говорит, вот эти сделают. Там начали меня все называть. И он говорит, такой бородатый, как святой отец. И он делает в фотошопе или где-то, не знаю, делает вот эту икону и мне присылает. А почему именно вот в таком обеще? Не знаю. Погоны вот эти? Не знаю. Это где-то вот он придумал, ну, у него вот такое было. Может, какие-то внутренние убеждения. И сделал все. И у меня, ну, да, действительно, долго стояло в фейсбуке. На аватарке, а на прошлый мой день рождения девчонки мои, которые у нас в офисе были, они мне сделали такой подарок, заказали на день рождения. Мне такой, она у меня висела в прошлом офисе, прям над рабочим столом. А сейчас в этот офис переехали, еще не прикололи ее, не нашли места. Наверное, вот тут повесим под этим. Контора ваша вообще сколько существует? Юридическая. Юридическая. Это у меня занимается жена. Она у меня адвокат. Есть адвокатское объединение Риторика. Вона еще одной девчонкой, это адвокатская контора, занимается процессом. Я в связи с тем, что с 1 сечня этого года интересы в судах мают возможность представлять исключительно адвокаты, юристы уже не могут. Я до 1 января, до 1 сечня, я еще ходил в суды сам, особисто. А с 1 сечня я пошел в отставку, скажем так. И я единственное, чем занимаюсь, это я даю клиентов, потому что у меня есть своя, скажем так, большая база клиентов, круг людей, которые обращаются ко мне по разным вопросам. Я их перекидываю, как бы, своей супруге. Продажи, грубо говоря. Ну, грубо говоря, так. Ну, я ее маркетинговый директор, скажем так. Продюсер. Я иногда говорю, там, клиента даю, и я говорю, я продюсерский, я там, едем в машине, я там, надо заправиться, деньги забыл. Я говорю, дай деньги, заправиться машину. Я говорю, продюсерский. Я говорю, я тебе клиент отдал, давай мне продюсерский на бензин. Ну, то есть, это основных два направления вашей деятельности, да? Это юридическая практика, скажем так. И вот общественная. Да, да. По Вышгороду, да? Да, да. Конкретно. А на чем вы зарабатываете? На юридическом. Зарабатывать супругом я зарабатываю на юридическом. Я зарабатываю на том, что я зарабатывал и раньше. Это консультации политические, политтехнологические и такие разные прочие. Окей, эти выборы очень интересные были. Вы каким-то образом принимали участие не как активиста, а как политтехнолог? Да. Прошелся в них, в этих выборах по касательной. Занимался таким же добрым делом, как и выездил, снимал с кандидатами видеоролики, да? Мне стало интересно так что-то поучаствовать в этом. И в конце, ну я до последнего, скажем так, я не поднимал флаг для того, чтобы быть объективным, скажем так, да, в этих интервью всех, чтобы меня как бы тоже считали объективным. Ну хотя не было ни одного обвинения в том, что я где-то кого-то там лоббирую. Ну и там в самом конце уже я поднял зеленый флаг, да, и еще с рядом наших местных депутатов, бизнесменов и людей, которые устали от того, что происходит в городе. И мы как бы в едином порыве, да, выразили поддержку Ольге Василевской, команда «Зе». Ну и немножко где-то помогал ей там со встречами, ну, как бы, скажем так, это не было моей официальной работой какой-то там. Ну почему именно вот зеленый флаг? Что именно вам надоело, вы сказали? Надоело все, надоело все, и это все меня вгоняет периодически в депрессию даже, потому что полная анархия, не знаю, полный беспредел. Да, вот был Москаленко у нас народным депутатом. Меня, кстати, очень многие и сейчас пытаются, там пишут и Дубинскому, и Ольге Василевской, пишут там кляузу сообщения, что Дула, вообще, это же человек Москаленко, он ему продался, он и вас предаст, продаст там. Не смешно от этого очень, потому что Москаленко я видел за всю свою жизнь, наверное, раз пять или шесть вообще в целом. Из них четыре, наверное, вот за последнюю предвыборную, в связи с тем, что, как бы, я голова Громадской Рады, и я к нему пришел на его прием официальный и выдурил кабинет. У него приемная была в администрации в здании. Я пришел на приемную, я говорю, Слав Николаевич, вы пользуетесь приемной своей? Он говорит, нет, ни разу в ней не было вообще за каденцию. Я говорю, а у меня, ну, нет возможности, потому что люди приходят иногда ко мне, да, как голова Громадская Рада, да, у меня нет возможности, в администрации нет кабинета. Я говорю, можно я буду пользоваться? Он говорит, да, говорит, Савинку, уже экс-главе администрации, типа, Вячеслав Владимирович, дать ключ Дула, почему? Я говорю, я там табличку сделаю? Он говорит, да, давай. Я на следующий день заказываю табличку, у меня делают гарвенную такую табличку, еще и больше, чем у Москаленко получилось, и вешаю эту табличку. В администрации паника была вообще. Не надо, а это же, может, Ярослав Николаевич пошутил или еще что-то. А я сразу сфотографировался на фоне этой таблички. Ну, окей, я говорю, уходите, снимайте. Я говорю, я еще одно селфи сделаю, скажу, что вчера кабинет дали, а сегодня забрали. Да, ну, так я и остался вот в этой приемной. Я сам в ней был, на самом деле, там, три или четыре раза, когда приходили люди, заходил. А так там помощница его сидела. И все. К чему мы ведем, да, что не нравится. Ярослав Николаевич, он, ну, скажем так, немножко оторвался от реалий, да, городских, районных и, наверное, окру. Ну, я не знаю, как там в других районах, я могу говорить про Выжгород, про Выжгородский район. То, что он вплывал о людына тут в районе, это факт. То, что у него много было фигур там или иначе расставлено, это факт. Да, как говорится, он раскладывал яйца в разные корзины все время. То есть, он при любых вариантах, он всегда был в выигрыше. Потому что тот или иной кандидат, если выигрывал, все равно как бы все шли к нему. И вот ему какую-то такую прямо аж ауру божественности все приписывают, да, и приписывали. Куда ни бредешь, там, это ж Москаленко. И я говорю, Вы видели вообще его хоть в жизни раз? Нет. Так, говорю, а что Вы так были? Это ж Москаленко. И вот люди, которые даже его никогда не видели, которые никогда с ним не встречались, не общались и даже понятия не имеют, что он и где, вот такая аура страха была создана. Знаешь, шепота говорили, как про Саурона, да, там, вот это, властелине колец. Хотя, ну, на самом деле, обычный человек, да, бизнесмен, он свои статки, там, я не буду рассказывать, можно почитать в интернете, разные истории есть, да. Путь становления его к народному депутату. Сейчас ушел, он проиграл разгромно, я считаю, да, Ольги Василевской. Чем он дальше будет заниматься, не знаю. Была информация и из его даже, я как-то с ним общался, вот перед выборами, он говорил, что, возможно, пойдет на громады в районе, да, будет расставлять из новых таких своих, там, свою команду у него, какая-то партия там есть у него своя. Возможно, пойдет он заниматься этим, возможно, не пойдет, не знаю. Но при нем, опять же говорю, была полная анархия, да, вот, все что-то делают, чем-то занимаются, законности нету, ничего нету. Но как только приходишь, или там очень много прикрывался тот же Момат, иногда разводил лохов своих депутатов, которые у него в горсовете, там надо какой-то вопрос решить мутный, там выделить земельную делянку кому-то, да. Он говорит, это Маскаленко, там Ярик позвонил, надо проголосовать, а все, это же Маскаленко, и голосуют. А Маскаленко даже не знает, что кто-то там какие-то делянки выделяют, да. И многие в районе вот именно вот так и делали. Поэтому отчасти вот эта вот негативная история Маскаленко, она создана вот этими вот людьми, которые прикрываясь там дружбой с ним или какой-то где-то одной фотографией, да, там сделанной, они вот чудили вот его имени. То есть его как бы внутреннее такое продательство получается. Ну да. Это те же люди, которых он и расставлял, то есть все понимали, что это его люди, и поэтому они пользуются этим в принципе его. Да, а он как бы уже, ну скажем так, вырос из этих штанов, да, он сюда не вникал в эти там какие-то между собойчики. Делегировал, как это сейчас. Да, и вот эти ходят там, это же для Маскаленко. И разрушили по сути как раз и районы, и все же столицы. То есть все воровство, которое шло и идет сейчас, оно как бы шло под эгидой Маскаленко. Насколько как бы оно туда заносилось к нему, ну я не знаю, как бы свечку не держал. Но по факту мы, скажем так, так как было его молчание, да, и молчаливое согласие на все это, то мы имеем, наверное, какое-то моральное право считать его во всем этом виноватым. Бездействие, да? Бездействие, да. И оно, вот это бездействие, оно порождает одно за вторым, за третьим, за четвертым, за пятым. Это в районе, это страх. Если здесь мы немножко хотя бы их держим в тонусе, да, потому что знают там местные депутаты, что есть там сумасшедший дулапчик, который может прийти там напихать и опубликовать, и там показать, видео снять, то буквально позавчера мы ездили в село, позвонили депутаты, у нас есть село Ясногородка такое там возле этого самого, за Глебовкой, 45 километров. Депутаты звонят, скажут, прийти, будь ласка. А я сидел дома, день лени как раз был, это когда, позавчера. И вот с женой решили полениться, как раз дома ленимся. Звонят раз, прийти, будь ласка. Я говорю, та я там занят, не могу. Второй раз звонят через час. Ну, будь ласка, ну приїдьте, бо поліція приїхала, не може нічого зробити, бездіяльність. Все третий раз, четвертый, я уже говорю, блин, ладно, приїжджаю. Звоню Стасу, едем в эту Ясногородку. Зібралась вся сельская рада. Зібрались мешканцы села. У них питання, у них сельский голова, забыв его прізвище, Василь Васильевич Скоротовский. Он чудит там вообще просто, он прикрывающись прокуратурой СБУ тоже. Он просто ходит и говорит, будете выделываться, всех в прокуратуру сдам, всех затягаю. И вот он приходит и говорит, нужно проголосовать там 2 гектара земли. Дуже хорошая людина, вот надо 2 гектара земли отдать. Депутаты говорят, нет, мы не отдам 2 гектара. Он говорит, это очень важная людина. Он дает селу 20 тысяч гривен за 2 гектара земли. В Гелебовке, да, там, ну. Они говорят, нет, не будем. Не проголосовали, то есть это сессия, да, не проголосовали. Он говорит, я уже взял деньги, есть записи, да, и это он на сессии говорит, перед депутатом. Я взял 20 тысяч гривен деньги. Секретарь сессии ему, каже, сельской рады, каже, а где деньги, на рахунок не прийшли. Он говорит, я взял наличными, каже, а где эти деньги, ну, я там побудувал туалет и побудувал якийсь там парканчик, где-то, ну, да уровень. Они говорят, нет, мы голосовать не будем. На следующую сессию они готовят, как бы, ну, берут документы все, видят, что секретарь подготовила на прошлой сессии документы, что решение не прошло, да, відмовлено. Они поднимают документы, перероблены протоколи сессии, перероблены документы, 2 гектара все-таки ушли цей людині, начало сельского головы, все. Они поднимают бучу зараз, выстороняют его на сессии, да, висловлюют недовіру, да. И он, ну, это же в той день, когда я туда поехал, он приезжает со своей родиной, с доньками, там, с зятем, еще с кимосью, какая группа поддержки, с бухгалтером выгребают бухгалтерию, выгребают документы сельской рады и вывозят в неведомом направлении. В вичдоте, да? Да, да, при том, что полиция приезжает на место, и депутаты говорят, что не давайте этого делать, полиция поспостерегала, потому что они там, ну, это уже там, из их слов, да, какие-то полиции, которые приехали, кумы с их зятем, ну, да, село, там, все же друг другу родители. И все, в итоге мы приезжаем туда на место, стоит действительно полиция, вот такая понурая, грустная, говорю, заяву приняли, даже не слідчая оперативная группа, а просто патрулька, звичайно. Кажу, принимайте заяву, приносят заяву такие на А4, на раздрукованную, не знаю, на якомусь поганому принтері, тобто неофицийный бланк, навіть без там попереджения про 383, что это не есть заява, ну, да, там, документа обея. Ну, полный хаос, короче. И депутаты все заляканы, и они обратятся до меня, я стою, начали люди из села сходитись, просто, они уже звонят, там, сейчас я брату позвоню, куму, свату, начинают стягиваться люди со своими вопросами, и я уже там, знаете, такий був въездный, там, въездная юридичная консультация, я починаю что-то рассказывать, и я понимаю, что я для этих людей, ну, реально, якийсь там, да, спаситель, вот, спустился с земли. И они, вот, да, и они ко мне, как к последней инстанции обращаются. И, как бы, ну, тогда там какая-то эйфория, я смотрю это все, я им там рассказываю, 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 потом я приезжаю домой, вот ложусь там, закрывая глаза, задумываясь, я понимаю, какой... Творится в стране, что люди не могут никому довериться, депутаты даже, полиции нет, прокуратура их запугивает, сам сельский голова, кажется, что я вас затягаю по прокуратурах и по СБУ, и все. И вот он в тупую переделывает протоколы сессий, выделяет сам самовольно, кому хочет землю, он лично берет за это деньги, не стесняясь. Это 40 километров от Киева. Безнаказанность. Безнаказанность. Селений, который мы предали в Ижгородский райотвилилок полиции, завтра они приезжают сюда, до нас, я сьогоди був на приеме у начальника полиции, они приезжают в депутатский корпус, мы идем до него, вносим цей відомость в ЄРДР, и будет начата расследования, я думаю, что как минимум это там 365-я статей ГК «Перевищение владных повнований». А там, ну, фактов у них огромное количество. А сколько участников в вашей организации? Она как состояла сразу из основателей? Ну, Момотт, понятное дело, что сейчас не принимает участие. Да, Макс Макаренко принимает опосредковану, потому что он больше занят сейчас бизнесом стоматологическим своим. Есть несколько человек, которые работают постоянно, которые находятся здесь в офисе, которые мониторят. Вот Стас, например, он постоянно со мной. На нем основные сейчас обязанности как раз мониторинг бюджетных транзакций всех, выявление несоответствий, нарушений. Сегодня мы с утра были у головы пивничного офиса Держаудитслужбы. Это КРУ в прошлом, да, наше. Спілкувались с ним, домовились про то, что сейчас мы подготовим ряд заяв, и они выедут, проведут переверку бюджетных денег всех в Ижгородской міськой ради, потому что очень давно не было переверки КРУ в Ижгороде. И мы знаем, что очень много зловживаний и порушений. Они снова покрываются, потому что полиция втручаться и не хочет, и больше того, на жаль, не может. Потому что все эти злочины, которые происходят, на мою думку, это злочины, да, это не доведено покише, потому что это, на мою думку, эти злочины, это экономические злочины. В отделах полиции на данный час немало працовников, как ранее были там працовники УБС, управление борьбы с экономическими злочинами. На сегодняшний день беззывцев в райвиделках немае, взагалі. И следствия, которые есть в райвиделках, они, ну, очень далеки, скажем так, до экономических злочиней. Есть управление таки в области, но область очень коррумпована, есть там такие граждане недельские, которые возглавляют ИБС, и там все решается за бабло просто. И навіть якщо щось данных заходить, то я нынчу в застанні часами, які хтось порушення. Торпеду, в основном. Да, да, да. Поэтому, а у нас в Ишгородском райотделі полиції, из, вот сегодня буквально я задававал вопрос этот начальнику полиції, из 18, 16, 18, или 16, или 18, по-моему, следователей должно быть, а на данный час сегодня работает 6 следователей. То есть 30% состава, да, который должен работать, работает. При том, что там одна девочка после декрета пришла, такая она, ну, очень грустненький следователь. Два, которые занимаются там по определенному направлению, грубо говоря, тяжелые, там, убийства, криминал, все, да. Слабый состав, скажем так, прямо, да. То есть реформа провалена. Четыре следователя, которые были, вот эти четырехмесячные, как их называют, которые без образования просто пришли, там, они поработали и сбежали. И четыре еще было, которые здесь, они ушли на повышение в главу. И вот вы же, вроде, сейчас на данный момент, там, шесть следователей. Ну, это по всей Украине получается такая проблема. Да. Да, то есть даже, даже, когда мы открываем, открытый ряд сейчас уголовных производств относительно местных чиновников, там, и того же Момота, да, и там его замов, у нас сейчас все под следствием. Момот под следствием, во-первых, за самую большую взятку в Украине, плюс он под следствием за бюджетные растраты. Его зам Трофим Иванов, его судят сейчас за расповсюджение и сберегание наркотических засобов. Его зам Свистун, его судят сейчас вместе с Момотом вдвоем за вот эти вот, что я говорил, бюджетные растраты. Речинский, Алексей, зам, у него там коррупционный, он что-то там не задекларировал. Ну, то есть, все, да, вот, главное, ГРДРы открыты, ведомости внесены, но расследовать нема кому. И оно вот так все накопливается, лежит, 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 но просто нема кому его расследовать. Поэтому в многих случаях мы берем на себя какую-то роль этих расследователей, но что мы можем? Мы это расследовали, записали в видео, там, доклали документов, зібрали информацию, да. То есть, на этом повноважении просто закинчивается, выходит. Да, и все, а они ходят, смеются, а вот там дулавчик дурачок ходит, там, в фейсбуке что-то трындит, а что дальше? А вот если, как, в отношении к тому, чтобы повысить как-то активность людей, то есть, чем больше, например, участников, привлекать, так, например, по селам, масштабирование, да? Боятся. Люди боятся. Сами люди, да, получается, они хотят перебросить на кого-то, да, в принципе? Да, люди боятся. Особенно в селах, если здесь в городе сейчас много, там, опять же, новостройки, да, и какие-то люди приезжают новые, и они никак не связаны ни родственными, ни кумовскими, никакими связями. Они, как бы, участвуют, они мне дают информацию, и то большинство людей дают информацию при умове конфиденциальности, да? Они кидают, говорят, можешь использовать, но меня не упоминай. А в селах это вообще страх. Они боятся даже слова сказать, потому что там же все кумы, сваты, браты, и там что-то ты на это ляпнешь, и ты бы там заклюют, заплюют. Поэтому с этим большая проблема, на самом деле. А вот так, если, например, как ты думаешь, новая власть будет ли на стимулировать такие общественные организации, которые уже себя, в принципе, проявили и хотят, как бы, помочь? Я не знаю, очень-очень хотелось бы, потому что, например, ну... Ну, ты бы обратился, например, к ним бы за помощь? Я же понимаю, ты не просишь, например, хотя, в принципе, общественная организация имеет право там прийти на сессию и там предложить какой-то проект на выделение каких-то денег. Да, да, не прошу, не прошу, потому что при этой власти я понимаю, что, ну, МОМОТ мне точно ничего не дарит. А, да, и как минимум, даже, либо попросишь, тебе дадут, соответственно, что-то попросят взаимодействовать. Да, да. То есть при новой власти? Да, при новой, я не знаю, я думаю, да, почему. Нет, если будет, как бы, такой вариант, такой шанс, да. При том, что моя, скажем так, хорошая знакомая, когда-то одна партия, одна партия, и это Галина Янченко, да, из десятки, из первой партии ЗЕ, вона керевник антикоррупционного штаба Киева, да, я с ней очень хорошо знакомый, я радился периодически с ней, да, по некоторых вопросам. Мы знакомы еще с Дем.Альянса, потому что я когда-то был представником партии Дем.Альянса в Вишневраде. Я, как бы, консультируюсь, не стесняюсь, там, периодически ей, она мне подсказывает, там, свой опыт какой-то, у нее богатый опыт, тоже, там, антикоррупционный. Знаю еще ряд, как бы, людей, которые сейчас стали уже народными депутатами, там, и в десятке, и чуть-чуть дальше. Ну, если будет возможность обратиться, и действительно будет какой-то фидбэк, помощь, я, как бы, с удовольствием обращусь, я не вижу в этом ничего зазорного. А вообще, вот, каких первых шагов ожидаете от Верховной Рады и от Ольги Василевской, в частности? От Ольги Василевской, в частности, ожидаю все-таки втручания, ну, ей будет очень тяжело, я не представляю, вот, на самом деле. Да, потому что она на новом месте, как бы. Да, такое огромное количество сплетенных, вот, между собой, и заплетенных, и менты, и СБУшники, и прокуратура, и бандиты, и какие-то вот этих дел, при том, что, только если взять Выжгород, Выжгородский район, можно за голову схватиться, а 96-й округ, он же далеко за пределы распространяется, поэтому я не знаю, как ей это удастся. Я, со своей стороны, выразил поддержку, скажем так, да, и декларировал, что буду помогать, и в этих вопросах помогать, подсказывать, рассказывать. Жду посадок, жду, вот, реально жду, когда людей начнут... Пройдя выслать. Да, да, вот, да, одно было из их обещаний, будем саджаты, вот, я дуже чекаю, коли почнут саджаты. Ну, вот, у тебя, в принципе, очень получается, так, тесно, жизнь связана с политикой, в принципе, да, как бы, на политической деятельности. Есть ли у тебя намерение в будущем присоединиться к команде Зеленского или вообще, как бы, к новой власти, может, со своей партией? Или вообще, какие у тебя планы на политическую, как бы, свою карьеру? Я хочу баллотироваться на голову беденой территориальной громады, когда это было в Выжгородской, да. Она еще не створена? Она еще не створена, да, сейчас идут перемовины, там, подтягивают все села справа-слева, там, они что-то хотят, то не хотят, то, 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 такий формат, зараз, дуже хиткий. А как вы считаете, почему вот так долго это все у вас не может никак устаканиться? Ну, есть сельская рада, там, не знаю, условно возьмем, да, там, Хатяновская или там Новоселковская, что-ка это. Сидит там собі сельский глава, у него есть там своих 8-10 депутатов, он собі царь, там, земелька и все-таки иначе. Бюджеты у них невеликие, но тут самое коштовое – это земля у нас в районе, да. И он сидит собі и потихоньку режут, там, они что-то голосуют, их 10, да, таких царьков в селі, да, голова и там депутаты. И если будет ОТГ, от села будет там один, максимум два представника, например, даже, да. То есть все эти села, которые присоединиться кудись до кого-то, они втрачают, по-перше, этот ресурс админ, да, то есть они будут просто, там, представник села один, староста, там, или как их будут называть, а все другие куди. А они же уже привыкли, что они что-то там решают, что здесь, там, может… Да, да, очень поваженные люди. Тому они и сперечаются, они начебто и понимают, что если их приедают, то будет и бюджет там как-то расповсюдживаться, и на них, да, в том числе. Но они понимают, все равно, что в Вижгороде будет там, например, 10 депутатов, да, або 12, потому что по кількости населення, а там от села будет один. И он не будет ничего решать, и если большинство вижгородских депутатов скажет, «Ня, мы бабки там забираем на вижгород, а вам не дamos». То у него и, ну, права голоса будет, ну что он станет там один protectant, да, 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 сума, да, да, этоray и horizon. Они очень тяжело расстаются со своими самыми креслами, тепленькими. Как ты ставишься до такой ситуации, что сейчас будет перед Вороной Радой очень тяжелый выбор, или остаться при рейтинге, который сейчас очень высокий, и сделать позащерковую, но это очень тяжело, и на конституции будет очень серьезные изменения. Чи не будет это сильно тяжело, если они все-таки приймут? И как будет правильнее? Дочекаться повного объединения всех территориальных грамот, и потом уже провести один выбор? Если брать с точки зрения политтехнологий и всего прочего, нужно это делать какомога швидше, пока они на этом белом коне заехали на рейтинг, всех порубать, всех поменять. З другого боку, ну, знову ж таки, тут можно очень долго дискутировать, да. З іншого боку, ну, зараз провести, переобрати мера і там міських депутатів і селищних, а для того, щоб весною їх всіх об'єднати, розігнати і переобрати вже в ОТГ нових, ну, це трохи недоречно, я вважаю, да, з точки зору навіть фінансово якоюсь. Знову ж таки, половина якихось ОТГ по всій країні, зараз ми кажемо, вони вже якось сформовані, да, половина навіть не сформована взагалі. Тобто провести в половині ОТГ вибори, а тут так, ну... Тобто краще дочекатись. Я вважаю, що все таки, да, краще дочекатись, але, знову ж... У них вже і люди потрібні, все правильно, якраз і час, оскільки в них нема степень... Кадровий голод дуже мощний, дуже величезний. Тобто, коли заходять люди, які, в принципі, не сильно являються... Дуже величезний кадровий голод, дуже величезний, тому що, знову ж таки, якщо ми беремо Вижгород, або такі якісь міста-села, селища, да, ну все одно всі ті люди, які от зараз там депутати, вони були в минулій каденції, в цій і будуть ламитися в іншу. При тому, що вони, їм пофіг від якої партії, да, партія важлива там у Верховну Раду, да, можна заскочити. В містах все-таки люди дивляться на особистий авторитет людини, да, у нас є там пару комерсів, ларьочників, от вони пройшли, там по тисячі гривень роздали, за них там 50 людей, 60 проголосувало, все, він депутат. Він сидить, 5 років розкрадає тут бюджет і все, там, ще ларьочків собі більше ставить. Домовлявся, отримує якісь дивідейки. Тому дуже важливо, і я сподіваюся, що партія Зеленського зараз буде цим займатися, це проводити, скажімо так, якісь елементарні навчання, я не знаю, як навіть це робити, ну, не те, що навчання, а доносити через засоби масової інформації людям. Взагалі, люди дуже далекі, вони не розуміють цих процесів, їм пофіг. От у нас середністатистичної України, це той, який встав зранку, почистив зуби, щось там кинув, з'їв, Вижгород берем, сів в маршрутку в нелегальну, які заполонили міста, утолив на Київ працювати. В 6 вечора він закінчив, по пробкам там дотягнувся на героїв Дніпра, там 7-8, він приїхав в Вижгород, щось закинув, там прийняв душ, не прийняв, сів розказав, які всі нехороші, там депутати, народні, там президенти, всі інші, і ліг спати. І потім паку, і потім все. Так, і людям взагалі пофіг, вони не хочуть вникати навіть у всі якісь питання, і коли починаєш з ними спілкуватися, кажеш, от депутати, от у нас вчора чи позавчора сесія районної ради була, підняли вартість опалення. Все, зараз така буча по місту, а тварі там, ну блін, ви ж цих тварі обираєте самі. І тим людям, які там сидять, їм взагалі пофіг. Ну, вони там всі, в принципі, там більшість припаковані, запаковані, там якісь мінімальні там бізнесмени, або вже там щось накрали собі, ларючків знову ж таки наставили, там земельних діляночок наторгували. Їм пофіг на те опалення. Підаш чи ти вмісті з Зеленським? Якщо покличуть, піду. Поки що не кличуть, у нас тут зараз знову ж такі торги йдуть. Я особисто знайомий як мінімум, мабуть, з 4-ма, а може вже з 5-ма компаніями, містних авторитетів, скажімо так. Які ходять, кажуть, ми все порішали, все з Зеленським, з Богданом, так, з Зеленським, все, давай к нам, все, ми забираємо партию, все. Я говорю, хорошо, я с вами. Отхожу 100 метров, ну город маленький, все же другие подходят. А шо ти с этим там був? Я говорю, все, я в Зеленськом. Да, это все херня, вот мы, вот мы точно. Мы настоящим. Да, вот мы там, вообще там, вот наш там, каждое утро там з Зеленським с собакой гуляє, вот он уже договорился. Я говорю, все, пацаны, я с вами. Отхожу, еще 100 метров третий, встречаю. А шо ти с этими неудачниками? Мы уже все забрали, уже все договорились. Я говорю, я с вами. Короче, я со всеми. Но кандидатов очень много. А есть вот основные какие-то обозначенные потенциально конкуренты на местных выборах для вас лично, которых вы можете назвать? Опять же, смотря будет какой формат. Ну, первое, мы не сбрасываем со счетов Момата. Как ни крути, у него есть определенный электорат, который он купил себе с помощью бюджетных денег, да. Он каждый выконком, каждое там месяц они раздают материальную допомогу по полторы тысячи гривен малоимущим там, и не только и не малоимущим, при том, что это доходит до такого смешного, что он этим должен заниматься там, не знаю, секретарь, да, еще кто-то выконком, не у него приемный день, они все приходят до него, кланяются, а он особисто подписывает, я вам даю помощь. И вот он проходит, там каждый выконком, ну там по 50, по 60 человек, как бы получает по полторы тысячи гривен, да. То есть прикупил, скажем так, он себе любовь от малоимущих. В принципе он расставил там, наклепал этих дитячих майданчиков по месту, да, благоустрий. То есть, опять же таки, людям, ну людям не цікаво, что он вкрав на них там, да, 30% вартость. Он и скажет, а при минулом у мэри такого не было, а цей хоть майданчики нам покладывал. Поэтому, ну и у него есть свой электорат, не оспариваю, как бы, понятно, действующая власть, при том, что 10-12% людей электората, это вообще вот по моему опыту, да, по-пожизненному там, по работе с политиками, это те люди, которые голосуют за власть. За любую, хоть чёрт лысый будет стоять. Да, они просто голосуют за девичую владу. Это просто вот... Чтоб ничего не менялось. Да, вот они всё, им всё. Да, раз всего люди обрали, значит, он хороший. Им всё равно, раз вот колись обрали, значит, он хороший, значит, надо за него голосовать. Поэтому, конечно, это Мумат. Если брать дальше сёла, там, да, если там Новые Петривцы, старые Петривцы, там большой рейтинг, в принципе, у Родиона старенького, потому что он глава Новопетривской громады, ну, Новых Петривцев, да, и, если их приеднают до Выжгорода, то он, ну, нормальный кусок электората дернет. Савинок, бывший глава администрации, ну, у него, знову ж таки, на волне админресурса, да, и он, как бы, был главой администрации долгое время, его знают в сёлах, и что-то они же там тоже робили за бюджетные кошты, трохи люди знают его. Тоже у него есть какой-то электорат. Татьяна Бражникова, это нынешний секретарь Горсовета, которая вот шла, баллотировалась в Верховную Раду, вот набрала она там каких-то, две тысячи, да, сколько, две тысячи голосов набрала, ну, это, правда, по всему округу, но, опять же, она заезжает на глимом популизме, вот просто глимейший популизм, она сидит, она сейчас секретарь Горсовета, через неё проходят все коррупционные схемы, всё это воровство, весь этот дерибан, она это всё видит, но как только к ней приходишь, говоришь, Татьяна Алексеевна, а она же там в своих предвыборных роликах, я буду антикоррупционным штыком в Верховной Раде, там, тра-та-та, а я её сейчас подкалываю постоянно, как встреча, говорит, Татьяна Алексеевна, ну, то, что Верховная Раде, вы будете антикоррупционным штыком, понятно, я говорю, в Минске и Раде, коли вы этим штыком станете. Колышу, теки, и начинаешь задавать эти испытания, она червонее, сразу, не трогайте меня, не трогайте меня, не надо мне это рассказывать, я этого не знаю, и вот там, за мир во всём мире. Ну, и опять же, есть любители популизма, как бы, она там, да, мы всех, там, богатудитных спасаем, там, что-то передвыщем в соцдопомогу, там, або там, за будову забороним, так, а что ты не забороняешь, ты зараз секретарь Минской Рады, заборонены, ну, такое. Вот, в принципе, это, наверное, основные, ну, понятно, что есть ещё, как бы, какие-то желающих, желающих очень много, на самом деле, я не одинок в своих. Но, вот сейчас повешу себе такой огромный орден, в дополнение ещё к иконе, которая стоит сбоку, я объективно не вижу того человека, который может, я бы даже не пошёл, может, на мягковую голову, я бы хотел пойти сейчас, вот, стать главой администрации. Сейчас есть вакансия, я бы очень хотел стать главой администрации. Именно в городах. У нас социальный лифт есть, да, получается? Да. Почему, объясню. Это должность на один год. Потому что через год или там меньше будет у нас объединения территориальных громад, администрации расформируются вообще. Это районные или городские? Да, районные. РДА района. Но за это время у РДА есть полномочия для того, чтобы и район, и город вычистить вот эту всю, скажем так, коррупционную складовую, да. Есть рычаги, есть возможность именно угловой РДА. Но, опять же, очень много людей, богатых, авторитетных, заинтересованы в том, чтобы там стал их какой-то ставленник, да. Я знаю, опять же, несколько групп влияния, которые пытаются поставить сейчас своего человека. Поэтому, ну, я вряд ли стану главой РДА, я это понимаю. А вот по программе вот этот социальный лифт сейчас же, опять же, вот... Ну, я бы, ради интереса подам заявление. Ну, опять же, там, да, там 5 лет на керевных посадах, по-моему, в Держслужбе. Да, у меня Держслужбы нет, у меня есть 5 лет на керевных посадах, я там керевник юридической компании был. Но, ну, Держслужба, ну, у нас она работает сейчас, державные, может, и что дальше? Это как раз и был привид для дискуссий в коментарях под этим, как раз, социальным лифтом, вообще, оскільки, в принципе, в нашей стране, если сказать, в целом, лишь мают або колишние працівники державных установок, або каких-то державных предприятий, а также других организаций, это люди, которые, безусловно, мали какие-то отношения к политике, или к старой республике. В принципе, это, в принципе, как бы, так ничего не изменяет. То есть, что-то новое отримать достаточно сложно будет. Потому что, ну, почему же тогда наш президент стал человеком, который... Мне просто, почему, еще, мне просто в этом городе, почему я, ну, могу говорить о многом, да, и, там, кошмарить кого-то, там, какой-то информацией и все, меня пытались, там, перекрутить к разным темам. Вот максимум, чем меня постоянно обрекают, это, там, моим нахождением в базе миротворец, да, в который я попал, там, два или три года назад. Больше они придумать ничего не могут, и их это бесит. У меня нету никаких связей, у меня нет здесь бизнеса, я принципиально не делаю его выжгодать, да, чтобы меня не могли зацепить этим. И все. Поэтому я абсолютно, как бы, независим, свободно могу ходить и говорить, вот, ты тут украл, а ты тут вот то сделал, ты то. А они... А ничего мне предъявить не могут. Ну, вот развешивают, там, периодически. То, там, в информационном поле, в группах, там, кидают, да, там, ну, лап, чей на миротворце, дыма без огня не бывает, там, пособник российских сепаратистов. А за что именно, за что контролируют террористов? Два года назад, или три, я уже, честно говоря, не помню, когда, у меня был телефонный разговор, у меня есть знакомый на фейсбуке, один товарищ, он попросил узнать возможность, он говорит, надо есть наличные деньги, люди их не хотят везти издалека, потому что боятся просто, что их где-то по дороге могут жахнуть, ну, да, там, у нас криминогенная страна. Он говорит, есть вариант, у меня много друзей из крупного бизнеса, он говорит, есть вариант, если в одном месте они сумку эту привезут, оставят, там, цена вопроса была, там, по-моему, 100 или 120 тысяч долларов. Он говорит, в одном месте ее оставят, а мы, например, приедем в Киев, а нам в Киеве, как бы, ну, 120 выдадут точно так же, просто, чтобы мы их не везли. Я говорю, да, окей, я узнаю. Он говорит, ну, это, типа, деньги из Москвы, из МСК. Я говорю, откуда, откуда он, ну, из Москвы. Я говорю, а, ну, я узнаю, надо поинтересоваться. Вот этот кусочек попадает, его вырезают из нашего разговора, и его приклеивают к связке, оказывается, этот Паша имеет какое-то там посередкованное, начиная посередкованное видношение до Медведчука, там, какой-то, и то не к самому Медведчуку, а к какой-то там группе депутатов, у которых есть друзья депутаты, которые как-то связаны с Медведчуком, его слушали, в общем-то, да, какой-то была разработка, их слушали. И мой этот разговор приклеивают к вот этой всей теме, и говорят, что Дулапчий спонсировал народных депутатов. В Ютьюбе есть этот ролик, можете найти, посмотреть там все наши телефонные разговоры, вот как раз там сначала идет долгая история, как они там кого-то покупают в Житомирской области, еще где-то депутатов там проплачивают. Им приклеивают мой этот разговор, что Дулапчий ему за московские деньги проплачивает депутатов Верховной Рады и областных рад для, не помню чего, ну, короче, для чего-то. Это же с Медведчуком, я так понимаю, это оппозиционная платформа «За жизнь», да, которая второе место сейчас заняла в Верховной Раде. Да, да, при том, что на то время у меня обыски у родителей дома, у меня изымают телефон, у меня перерыли всю квартиру, ничего абсолютно не нашли вообще, и телефон, если бы не пришел домой, у меня бы телефон даже не забрали. Я пришел домой, говорю, о, у меня маски-шоу, там полная квартира этих людей в черном, что происходит, вот ратата, вот ухвала, ухвала даже без фамилии, без моей, просто адрес, вот переверите по адресу, все вырезьте. Вот они пришли, говорю, ну что, нашли что-то, не, ничего не нашли. А вы кто? Я говорю, я такой, о, типа телефон, откройте телефон, мы хотим посмотреть. Я говорю, там личная информация, я юрист, там дела моих клиентов, я ничего не покажу. Мы у вас его вылучаем. Я говорю, ну вылучайте. У меня вылучили мой айфон, десь через месяц, чи через два, я сам напросился до слитчего, ЦГПУ расследовала. Уже затихло все, да? Вообще все пропало, да. А это была годовщина Майдана. И тогда меня показали в прямом эфире всех телеканалов. Луценко вместе с Вася, как его СБУшник, Грицаком, спонсор сказал, мы зловились импаратистов, целую группу, им надо было на годовщину Майдана, потому что они ни хера не расследовали ни одного из дел по Майдану, да, убийства на Майдане. Им надо было какую-то отвлекуху, да. Вот это была эта история, в которую я прилип вообще случайно. Обыски, я говорю, все, я через месяц я приехал, говорю, так, ну, допросите хоть меня, телефон верните. Мне передо мной разложили распечатки телефонных моих разговоров с этим Пашей. Ознакомьтесь. Ну, я почитал, ну, мои разговоры, да, ваши, я говорю, да, мои. Так что вы не отрицаете, что вы с ним общаетесь? Я говорю, нет, не отрицаю. Говорю, ну, у меня есть в Фейсбуке на друзьях, вы же слушали меня, да, ну, я общаюсь с ним. А покажите переписку с ним, давайте вот телефон включим, разрывают из черного пакета, вот его как опечатали два месяца назад, разрывают мой телефон, он разрядился уже. Вот покажи, что он у тебя есть в контактной книге и типа вот все. Я говорю, окей, достой телефон, он у меня разрядился полностью, я говорю, дай зарядить телефон, следователь. Он мне дает шнурок, я заряжаю телефон, он только включился, я его включаю, он сразу выключается, я говорю, дай еще шнурок. Он говорит, да, блядь, я тороплюсь, короче. Ну, ты не отрицаешь, что он у тебя есть в контакте? Я говорю, нет, ну, все, пока. И все. И на этом все закончилось? Вообще, да. Меня даже ни разу не допросили по этому делу. Что ты можешь сказать вообще об этом сайте Миротворец вообще? Какое несет мусорка? Мусорка, давление, оказывает давление на людей, там огромное количество людей абсолютно нормальных, адекватных и моих знакомых, несколько человек там есть, именно которых я знаю хорошо. Люди, не имеющие абсолютно никакого отношения ни к России, ни к сепаратизму, ни к Путину, ни к терроризму, ни к чему. Просто люди, которые имеют свою позицию, да, свое понимание какой-то ситуации в стране, понимание ситуации с войной на Донбассе, да. Что, ну, опять же, разные точки зрения. Если кто-то кричит, что это война, и тут клятия россияны, и все такие инши, а, ну, опять же, по прошествии пяти лет этой войны мы видим, да, что Порошенко очень прекрасно успевал и торговать во время войны с Россией, и с ДНР, с ЛНР в том числе. И понимаем, что не особо и торопились они там эту войну заканчивать, да. Ну, опять же, это поле для дискуссии очень долгое. Ну, юридического какого-то основания, по сути, оно не имеет, правильно? Оно больше как информационное. Миротворец? Миротворец. Он вообще не, это бы Европа признала, что это сайт, который порушает, не фейк, это сайт, который нарушает права человека, потому что публикуется личная информация людей. По мне лично, ну, у меня, понятно, там фотографии мои взяли из социальных сетей, окей, там, да, я, как бы, опубликовал их в соцсетях, я даю право на их использование автоматически. Но там указан, там, адрес моей регистрации, указан, там, мой идентификационный код, да, там, еще что. Мне на самом деле плевать, ну, узнать информацию о любом человеке сейчас вообще не проблема. Но права никакого они не имеют. Да, но фактически не имеют они права этого делать. При том, что у меня там прямо написано, что там, я не помню, уже там, пассивны к российских террористов, там, ну, вот, то есть меня обвиняют в том, кем я не являюсь. И были случаи, когда тут местные, даже наши атошники, опять же, у меня были с ними там определенные трения, потому что они после того, как вернулись в САТО, забыли о том, зачем они воювали. Да, они все ходят и рассказывают, что мы воюем за украинскую землю, а я ки-ки вертаються сюда, кроме десяти соток, уграти десь, и они забывают про все иншее. И я им про это периодично нагадую, что, если ты рассказываешь, что ты воював за украинскую землю, так ты воював за десять соток, или за всю украинскую землю? Соби, да, и ответственно. Такие у меня складни, скажем так, в отношениях с местными атошниками. Они ходили на меня, писали заяву и в СБУ, и в полицию, там, что вот мы сами проведем там с ним самосуд, и все. Моим родителям приносили под дверь и поставили травмный венок с лентами, да, с моим именем. Ну, такое. Психическое давление. Да. Еще какие-то трудности возникали, в связи с тем, что с миротворцем. С миротворцем, ну вот... Люди, как и я, ну, кроме обычной. Обычным вообще пофиг. Вот перед выборами, последнее, что было, перед выборами, опять же, тогда увидели, что я общаюсь с Ольгой Василевской, наверное, таким образом хотели, как бы, бросить тень на меня, чтобы, как бы, она отвернулась от меня, или я не знаю зачем, по всему городу Выжгороду развесили на каждом мусорном баке, на столбах, везде, листовочка А4 качественная, на самоклейке, на хорошей, с моим портретом, с данными с миротворца, вот, до лапши, пособник российских террористов. Ну, мне там, да, начали все там писать. Ночью, у меня есть видео с камер наблюдения по городу, ходят малолетки, развешивают это, да, все. Кому, как ты думаешь, что могу быть выгодно? Кому угодно, на самом деле, и даже не вникал, вот честно, вообще не интересно. Это просто настолько смешно, я же говорю, я если бы знал, что меня так пропиарят хорошо по городу, на шару, я бы поддался в Верховную Раду, тоже чисто вот ради интереса, посмотрел бы, сколько за меня проголосовало бы людей. Черный пиар лучший пиар. Ну, как порядок. И жизнь после миротворца. Хотя мне уже сказали, мне уже некоторые деятели местные, говорят, это лапший сам себе и венок принес родителям, потом, там, за перевозки мы воевали, мне в крышу машины мои топор загнали, да, Сакиров, на день рождения. Это было в прошлом году. И сам себе топор в крышу загнал, и осенью потом на меня под домом было нападение. Говорят, и сам на себя нападение организовал. Ну, даже так было. А нападение такое, что именно произошло? Три человека, я возвращаюсь домой в шесть, по-моему, вечера или семь, под подъездом, с ноутбуком, с женой, там, с пакетами, с какими-то продуктами. Три чувачка подходят, баллонами задувают, сбивают с ног, ножичком, встыкнули в руку чуть-чуть. Ну, они испугались, я просто начал орать, как бы они такие худенькие, стройненькие ребята, они, может, не знали, кого они идут бить или как. И я психологически их, наверное, больше победил, я начал просто орать, встал, и они просто реально убежали. Да, они просто убежали. Вот сейчас, я думаю, самое интересное, вот как заработать благодарочку от Шария, вот что, чем надо было ему помочь? Один из, одно из, ну, не знаю, там, расследований, не расследований, как это назвать? Томаш Фиала, да? Томаш Фиала, да, это мы занимались несколько лет назад, после вот этой ситуации, когда Порш Каен был на трамвайных путях, перекрыли там движение в Киеве. Начали интересоваться, чем это Порш Каен, и реально понимаем, что сегодня вечером, это там, что-то в 5 часов вечера он был Томаша, жены Томаша Фиалы, а на следующее утро он уже на других госномерах висит, все, и как бы мы начали, как бы, да, а чего это так, они вдруг перепугались, и прямо за несколько часов поменяли госномера. И начали дальше, как бы, его дергать, качать, нашли вот эти его пентхаусы, раскачали эту ситуацию по пентхаусам, но я тогда не мог принимать участие именно в судебных процессах, потому что Ян не был стороной, да, от всех видносин, но мы тогда скинули на управляющую компанию Печерского, по-моему, района, и она подала в суд на него, и вот на этих двух его еще Карлсонов, которые там тоже украли эти пентхаусы. Карл Олаф, еще кто-то, не помню, там, граждане Швеции. И у них тогда эти пентхаусы отжали. На сегодня, не знаю, может, они подали в апелляцию обратно, их отбили, но тогда, как бы, ну, реально, они замутили себе эти чердаки за копейки денег и сдавали их в аренду, каждый пентхаус сдавался, по-моему, 8 тысяч долларов в месяц. То есть, самое интересное, что, блин, это же как раз Томаш Фиала, он является основными из борцов, коррупции. Да, 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 Европейская бизнес-ассоциация, все. Потом, как бы, мы нашли еще здесь, в Вышгородском районе, у нас есть такой поселок Ривьера, Ривьера Виллас. Очень большие вопросы, и до сих пор они есть, но, опять же, прошлой властью они все замылились, но, может, сейчас это актуализируется опять, потому что были уголовные дела, по поводу выделения земельных участков под эту Ривьера Виллас, опять же, там, Dragon Capital, Томаш Фиала, все. И, ну, я тогда этим занимался, как-то, мы тогда его покачали-покачали и, как бы, и бросили, ну, наскучило, надоел, да. А я так понимаю, что с Шарьем, там, как бы, у них какие-то недопонимания, и Толик начал его интересоваться, скажем так. Да, Новое Время, Новое Время, это тоже Томаш Фиала, он начал интересоваться его деятельностью, ну, видать, начал гуглить и увидел, как бы, что я там занимался этим. А Вы это все опубликовали в Фейсбуке? Да, это есть и в Фейсбуке, все эти посты мои, они открыты, и в блогер, сейчас его закрыли, по-моему, уже это соцсети по гугловской, там просто удобнее было выставлять все эти фотографии, скрины, ну, в хронологии, да. Есть эти ссылки, могу вам поскидывать, тоже, если интересно. Ну, это же там и партия Голос, как раз тоже, да, присутствуют и новые лидеры. Ну, это уже сейчас, да, в то время-то она не была, ни партия Голос, ничего, тогда был конкретно Фиала, глава Европейской бизнес-ассоциации, который рассказывал всем, что мы там неумытые украинцы и ничего не понимаем, а вот он великий европейец, расскажет нам, как жить. Оказывается, в это же время сам же строил такую же схему, чтобы неумытых украинцев и потихонечку у них подворовывал. А Толик, он с вами как-то связывался, или он просто вот нашел эти ваши материалы, ну, с помощью книги? Ну, написал мне, да, он написал мне, мы пообщались с ним. Это первое общение было? Нет, когда-то очень давно, еще как только он уехал, мы общались, там, далекие годы, я вам не помню вообще, какие там еще, да, ну, как-то общения постоянного у меня с ним нету, скажем так. А вообще смотрите его ролики? Смотрю, да, да, да. А что думаете вот по поводу того, что его там тоже же обвиняют в пособничестве терроризма, там, в, как там, в... Да, пророссийский блог. Пророссийский блог. Снова такие. А нежепринижение украинских сил. Антиукраинские. Снова такие, да, у него, по-моему, даже где-то есть, он пообещал, по-моему, 5000 евро, да, за то, что кто-то найдет вот его пророссийскость и антиукраинскость. Я, правда, не занимался этим, не задавал себе цели, но из того, что я вижу, я не вижу там никакой пророссийскости, то, что он клепает постоянно украинскую власть нашу, ну, да. Но я делаю это, например, то же самое, да, только он делает это в масштабах Украины, я это делаю там в масштабах Выжгорода, да, и районов, что, как бы, ну, вот я в своем болоте здесь. Но это не значит, что, если я говорю, что украинская власть, воры, коррупционеры и все остальное, это не значит, что я пророссийский, да. Это значит просто, что они воры, коррупционеры, и я это показываю и, более того, доказываю, объясняю там на каких-то фактах, да. Он делает то же самое, платит ли ему кто-то за это, да, потому что ему там постоянно приписывают снова там, то тот платит ему, то тот платит. Мне все равно, кто ему платит. Меня тоже постоянно обвиняют, там, Дулабч ему там, тот платит, ему все платят, там, все и Москаленко платит, и все платят. Я на это могу ответить одно, буду брать бабки у всех. Путин позвонит, скажет, Дулабч, на эти деньги возьму деньги у Путина, у Медведчука, там, у кого еще надо взять, у всех возьму. Я знаю, как эти деньги использовать в своих проектах на благие цели. Поэтому мне все равно, чьи там будут деньги, вообще все равно. Если мне туда предложат деньги, скажут, вот, дай мне денег, или, вернее, возьми деньги, я возьму у всех, у белых, у синих, у красных, мне все равно. Но я не буду делать то, что мне скажут, вот, ты делаешь либо так, либо так. Я сам выбираю, что мне делать. Славом делать, то есть, я думаю, я так. Да. Я сам выбираю, что мне делать, и иногда мне нравится так, иногда так. Ну, я от этого получаю, скажем так, какое-то удовлетворение, да. Потому что я занимаюсь тем, чем мне нравится. Упрекнуть меня в том, что я что-то делаю не так, ну, не знаю, упрекните. Вот честно, вот покажите видео, если кто-то найдется, то он может сказать, вот, вообще-то взял у того деньги и сделал вот это вот плохо. Вот, вот обращаюсь, упрекните, покажите мне, но мне интересно. Да, премию объявлять не буду, я жадный, 5000 евро назначать не буду. Если есть кому-то упрекнуть, то, ну, упрекните, окей, мне интересно. Вот такой выбор, если тебе поставить, Зеленский, ну, слуга народа, Шариф. Ну, например, если брать партийную вот эту принадлежность. Не знаю, ну, честно. Но идеология какая ближе? Сложно сказать. Ближе, я занимаюсь сейчас тем, в принципе, чем занимается Шариф, да, вот, если брать по идеологии. То есть, мне ближе наебалово, да. С другой стороны, исключительно наебалово оно не приносит, ну, какого-то глобального результата, да. То есть, я в данный момент, когда вот мы это все делаем, я борюсь с последствиями, да. А я хочу бороться с тем, чтобы этого не было. То есть, убирать корень этого зла, причину. Но этого я сейчас не могу сделать, потому что у меня нет полномочий, власти, да, и т.д. и т.п. Опять же, возвращаемся к началу разговора, что даже все наши заявления, все, оно просто все умирает. У меня нет возможности это исправить. Потому что я не наделен певным и полноважением. У Зеленского сейчас все шансы и все возможности как раз убивать это все в корне и убирать. Будут ли они это делать или не будут, я не знаю. Я очень надеюсь, что будут. Время пока. Да, да, я очень надеюсь, я не знаю, вот там в 39 лет своих все равно какой-то, при том, что я настолько прагматик и да, вот все, но не знаю, хочется оставаться где-то вот там чуть-чуть романтиком и поверить в то, что действительно он пришел и вот на 5 лет, да, и хочет всех там. Что вот эти разносы не зря, которые красиво все такое. Да, 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 вот хочется верить. Поэтому сказать то или то, это симбиоз. То есть Шарий прибивает последствия и показывает, как не надо делать, а Зеленский... Ну как бы вечная позиция. Да, да, Зеленский должен делать, убирать корни сейчас, да, вот этого зла всего. Ну он показал, на самом деле Шарий показал вот эту вот силу человеческого такого духа. Ну, грубо говоря, как бы, потому что люди, в принципе, пошли с ним за идею, деньги просили. Да, 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 абсолютно верно. Через такие тернии. Поэтому, да, несмотря на то, что там, опять же, у меня в Фейсбуке в друзьях Татьяна Монтян. Да, я с ней общаюсь. Она же тоже очень одиозная, неоднозначная личность. И мне, особенно, когда там после Майдана куча людей писала, при том там проклятие матюки. А-а-а, у тебя Монтян в друзьях, все, пошел вон, мы тебя там баним, удаляем из друзей. Я говорю, да, Киев, удаляйте. Так она же при этом, ну, очень длительное время, она и сейчас, по-моему, в Киеве живет, да? Да, она постоянно живет в Киеве. Прекрасно себе. Она прекрасно живет в Киеве. Более того, у меня даже где-то пакет документов лежит. У нее была партия «Спильнадея». Я с ней общался, и я забирал партию «Спильнадея», я голова там какой-то, чьей областной, чьей районной организации. Я думал, даже какой-то был момент, что будем баллотироваться от нее. Но, опять же, она говорит правду, много правды, да, немножко в своем формате, да, в своем ключе. Но люди не готовы эту правду воспринимать, и ее тоже обвиняли, что ее там и Путин финансирует, и все финансируют. Но по факту, когда пришли выборы, бабок никто не дал. И она, честно, сказала, ребята, идите нахер. Ну, если я вам даю свои знания, опыт, я показываю, как. Она перевела очень крутую книжку Элеонора Остром, по-моему, «Управление спильным». Очень крутая книга, именно посвященная ОСББ, да, вот этой теме. Децентрализации, скажем так, в ЖКХ. Но это тоже как-то так было очень... Не оценили, скажем так. И все, она сказала, всем спасибо, все свободные дети ее содержат. Она говорит, я ничего не хочу. Вот как, при усмотрении, сколько нужно времени Украине, чтобы снялась вот эта пленка, такого друг другу, вот этого разделения, получается, что сейчас, если как бы немножко не так думаешь, Соответственно, про российский финансирующий, сколько еще нужно? Не знаю, но много, мне кажется, поколение должно уйти. Нам внушают это с пеленок, да, и вот все там начинают, многие удивляются, ой, а как эта там война в Украине могла быть? А как, ну когда галичане, десь, да, какие-то войны, там, когда они были дружными с шахтерами донецкими, да, никогда, ну давайте быть откровенными, никогда не было такой дружбы. Ну в союзе, по сути, ну как бы, наша дружба, но... Опять же, да, да не было этого, войны, они завжди были, то там, Румуния, Венгрия, там, Европа, да, да, а шахтеры, они всегда были российские, конкретные мужики, шахта, там, гей-гой. У них менталитеты разные вообще. Я был с одним кандидатом, мы делали выборы в Верховную Раду по 108 округу. Это Луганская область, Красный Луч, Перевальск. Я приехал туда, я офигел, это я не помню, там где-то тоже лет 5-6 назад было. Я приехал такой в белой футболочке, в белых кроссовочках, там, чуть-чуть, такой вышел в Красном Луче, а ребята у нас, ну наши уже туда уехали, уже были там какое-то время, они начали ржать с меня. Я говорю, что вы ржете? Они говорят, а посмотрим на твою футболочку и кроссовочки. До вечера они были серого цвета и отстираться они просто не смогли, да, то есть вот, ну, угольная вот эта вот вся тема. Вода в городе Красный Луч, мы жили в самом центре в гостинице Красный Луч, Вода в городе холодная, горячей там нет вообще никогда, а холодная подавалась 2 часа утром, 2 часа вечером, с 8 до 10 утра и с 8 до 10 вечера. Лучший друг Краснолучиса, это 5-литровая баклажечка. Вот они за 2 часа пока воду дают, они набирают там десяток или два этих баклажечек, и вот они стоят у них, то есть сходил сортир с баклажечкой, там помыться с баклажечкой, либо вовремя. Я как лентяй, человек, который любит просыпаться, после 10 я просыпался в 8, шел, принимал душ, потом аккуратненько ложился, досыпал там еще часик, да, чтобы встать, как бы уже типа помытым. Мне, через это была осень или конец лета, мне звонит мама, как-то мы с ней разговариваем, и жалуются, начинают причитать, что она на баллоне у меня живет, и говорит, нам опять на 2 недели воду отключили, ну плановое отключение горячей воды. Я просто рассмеялся дико, я в трубку говорю, серьезно, тут вода холодная 2 часа утром, 2 часа вечером, и я не мог представить себе, как люди живут. Ровно, наверное, через неделю я прекрасно дружил с баклажечками, и мне казалось, что я всю жизнь прожил с этими баклажечками, и я к этому привык, да, как говорят, что человек такое животное, которое привыкнет ко всему. И самое страшное, что эти люди, с которыми я там общался, для них это стабильность. И тогда была девочка какая-то, я не помню фамилию, конкурентка от свободы, они вообще там были вареные, красно-лучцы, они просто ненавидели, они готовы были ее расстрелять, молодая деваха там лет 20 с чем-то была, просто потому, что она разговаривала украинской мовою, и им внушали, что она прийде и забере они хоть эту стабильность, что они пройдут эти вуйки, и там все они их заберут. И я с этими... Бандеровцы. Бандеровцы, да. И я с ними разговаривал, со взрослыми людьми, реально взрослые, образованные люди. И я с ними разговариваю, говорю, вы понимаете весь треш, который у вас в вашей голове? Как она у вас может прийти, что-то забрать? И что она у вас может забрать? В воду 2 часа утром, 2 часа вечером? Или что? Фонарь один, красный луч, один фонарь горит в центре магазина, брусничка, по-моему, супермаркет. Вот вся местная элита, пацаки модные, девчонки на девятках, на жигах собираются к этой брусничке, потому что это единственная витрина большая, которая светится в городе, ну освещение есть. На свет летят. Да, и вечером там собираются, включают музончик, там пьют пиво, что-то курят, все, там вот тусовка у них. Потому что одна витрина горит на весь город. Я говорю, что у вас еще можно забрать? За границу они не ездят, ну вот, по крайней мере, там вот Красный Луч, эти люди, с которыми мы общались, да, электорат, выборцы. Я говорю, где вы отдыхаете? В общем, вот у наших детей хотят забрать будущее. Я говорю, дети ваши хотят в Европу, дети ваши хотят в Египет ездить, в Турцию, еще куда-то. Я говорю, вы где отдыхали? На карьере. Вот там у нас есть карьера, у нас есть вода, все. Вот они всю жизнь на карьере выехали, шашлыка, банка водки трехлитровая. Вот это у них стабильность. Вот как бы это смешно не звучало, и они боялись, что у них это заберут. Ну это реально. Да. Поэтому, ну я прекрасно понимаю, что никогда наш Восток не был дружен с нашим Западом. То, что война сейчас, ну это страшно, это ужасно, это неправильно, но это опять же, и Крым почему нас забрали? 50% людей в Крыму реально хотят быть в России, 50% там, да, хотят в Украине. Почему забрали? Потому что упущение на государственном уровне. С людьми надо было работать. Надо, да, ну грубо говоря, пропаганда, да, пропаганда должна работать. Надо показывать людям, что мы Украина. Украина-це доброе. В Украине все доброе. Там что-то погано, а в Украине все доброе. А у нас что было? Ничего. Кто-то когда-то помнил про этот Крым, кроме лета? Никогда никто. Воды у них не было, ни хера у них не было, ничего не было. Поэтому люди, ну, они пошли туда, они не знали, что им будет в России хорошо. Они просто, вот как мы сейчас, да, мы же не знаем, будет с Зеленским хорошо или плохо. Мы просто понимаем, что с Порошенко нам точно плохо, поэтому мы хотим попробовать что-то другое. Вот то же самое в Крыму. Они пошли попробовать Россию. Ну, не знаю, честно говоря, что им там нравится сейчас или не нравится, но мы Крым потеряли фактически, да. То, что мы там ходят, рассказывают, там, что и Крым, Крым украинский. Ну, окей, поедем без таможни в Крым. А как вообще разрулить вот это вот все? Вот войну, да, с Крымом ситуацию? Не знаю. Не знаю. Все силовыми методами не получится точно. И мне очень смешно, когда я слышу или там, или вижу, читаю, когда начинаю кричать, да мы, дайте нам только команду Зеленский, дай команду, мы поедем, все победим. Кого вы, блядь, победите? Перемога, блоки капитуляция. Кого вы победите? Есть в Украине хоть один завод, который производит патроны? Нету. То есть для того, чтобы нам победить Россию, нам надо в России поехать купить патронов сначала. Потому что патронные заводы... И запчасти для БТРов, и для танков. То же самое. Более того, чтобы эти танки поехали, нужна Соляра, которую мы тоже покупаем в России. Через Белогроза. Ну, через Белогроза. Поэтому, ну, вот эти вот ура патриоты, которые кричат, мы там всех победим, дайте вот только команду, мы пойдем. Кого вы будете побеждать? Вот спустя пять лет, что вообще для тебя, например, пять лет назад была революция достоинства? Да. И сейчас вообще? Или оно может такое же мнение осталось? Именно что такое революция достоинства? Да, что оно для тебя вообще стоит? Это грандиозный обман. Это хорошо или... Это грандиозный обман, я считаю. Вот революция достоинства, это грандиозный обман людей, которые действительно вышли. Я был на Майдане практически сначала и, наверное, практически до конца. Я был тогда с Демальянсом. У нас лагерь стоял возле Архангела Микаила, вот под этой штукой. И много вышгородских пацанов мы ездили, мы охраняли, скажем так. Да, потому что там в основном девчонки были молодые парни, которые не могли, скажем так, за себя постоять. Да, и мы как бы БСП, коим там, створивали. Я знаю, что огромное количество людей, как бы там мне рассказывали, что были все проплаченные. Да, я знаю, что огромное количество людей было на Майдане бесплатно по велению души. Люди несли огромное количество бабла туда, потому что, опять же, у нас этот лагерь был. Там в основном, как бы, ну, мы общий пит организовали. Приезжали барышни, барышни реально, в норковых шубах в пол, на рейнджероверах. Мы разгружали эти рейнджероверы, полные жрачки, тушенки, там какой-то еды. У нас стояла коробка, типа, жертвы. Я боюсь сейчас соврать, сколько приходили с Дома профсоюзов, хотели эту коробку отжать у нас. Потому что, типа, они считали, что только они имеют право собирать деньги. Огромная сумма денег была. Я сейчас боюсь соврать, ну, там что-то 300 или 400 тысяч гривен собрали там буквально вот за 2-3 дня. Просто люди приходили, приходили пенсионеры, последние засовывали там по 500, по 1000 гривен. Ну, была вот такая эйфория, все хотели изменения. Водушевление. Да, но пришла команда тварей с Европейской площади, да. Все сначала, что начали на Майдане, были именно люди, а вот эти все там яйценюки и все остальные, они же на Европейской там себе парад свой устроили. И потом каким-то образом, опять же, манипулятивным, они пришли на Майдан и захватили, скажем так, власть. Иди сцена, да, забрались. Вышли на сцену. Да, и вот тогда начался весь этот маразм и весь этот бред. И, к сожалению, я это называю, вот последние 5 лет, то, что она нами командовала в стране, я это называю грязная пена Майдана. Вот как раз Майдан поднял вот это вот бурление говн этих, подняло вот эту грязную пену, которая вылезла в Порошенко, Яйценюка, Пашинского, Турчинова, который продал Крым конкретно, да, и всех остальных. Хорошее сравнение пена, грязная пена Майдана, да, к сожалению, так, поэтому, поэтому так. Ну, да, можно, можно уже подытожить, да. Да, дякуємо за перегляд, з вами були новини 360 та Владислав Булавщик, сподіваємось, що було корисно, чекаємо на позитивні зміни в нашій країні. Разом, разом, обов'язково. И от вас много чего зависит, все инертные и достаточно пасивные. Дуже пасивные, люди, пробуджуйтесь, потому что скоро снова выборы, районные, местные, депутаты, и вы выбираете этих людей. Особисто именно вы, ни кто-то там, не из банковых, вы выбираете этих людей. Тому выбирайте, как говорит Порошенко, думайте. Обирайте, в принципе, даже и выбирайте. Вы выбирайте, да, выбирайте. Ну, мабуть, в Миссии это будут такие важливые выборы, я думаю. Для меня так, потому что на рівне народных депутатов мы перемоги досягли, да, не знаем, как будем співпрацювать с Ольгой Василевской. Я думаю, все-таки сподіваюсь на то, что будет плідная у нас співпраця, работа. А с местными очень большие вопросы, потому что брак кадров. Деякие люди, которые хотели бы, даже не так, что мы хотели бы их видеть депутатами, они сами не хотят идти в это болото, потому что, да. А те, кого мы не хотим там видеть, они как раз туда лезут для того, чтобы собі что-то хапануть, что-то вырвать. И поэтому у нас такой диссонанс. То есть те, кто, хотя бы себе думали, что они могут встать и спробовать, идите, пытайтесь, чтобы у вас есть щиро. Дайте, пытайтесь, вертайтесь, будем допомагать и вместе мы победим эту барышную гидру коррупционную в городе и в районе. Все, вам успешно. Спасибо за переговоры. Подписывайтесь.